2 ч.л. чёрного кунжута Замочите на 30 минут в тёплой воде. Затем слейте воду, в которой он замачивался. Посмотрите, какого цвета вода для кунжута. Для чёрного кунжута это нормально. Залейте стаканом свежей, чистой, фильтрованной воды. Переливаю кунжут с водой в удобную тару или в чашу блендера. Взбиваю на высокой скорости погруженным блендером около 1-2 минут. Процедите, пейте сразу или перелейте в стеклянную банку. Храните в холодильнике не больше 3 суток. Мякоть можно заморозить или добавлять в любые блюда. Кунжутное молоко богато кальцием. В нём в 6 раз больше кальция, чем в коровьем молоке. Эта порция на 1 день. Можно выпить всё сразу или разделить на 2 раза. Пьют кунжутное молоко за час до еды. По желанию можно подсластить финиками. Вкус у молока очень вкусный, сливочный, ореховый. Достаточно съедать всего пару ложек чёрного кунжута в сутки, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в кальции, калии, железе, магнии и фосфоре. Семена можно прорастить. Кунжут содержит ценное вещество сизамин. Это мощный антиоксидант. Сизамин препятствует старению кожи, и это мощная профилактика различных заболеваний. Друзья, кто ещё не подписан, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале! Субтитры подогнал «Симон»!